Эта спецтехника не боится ни морозов, ни снегопада. Ведь обеспечивая чистоту, мусоровозы предприятия спецавтокозяйства должны в любую погоду. В условиях сурового климата уязвимыми элементами становится гидравлическая система. В мусоровозах из-за морозов могут застыть дизельное топливо и масло. Как работать в морозы, как сохранить технику и людей, всегда это было на первом месте. Гидравлика замерзает, знаем, что шланги ломаются. Поэтому всегда к морозам готовим. Оборотные шланги всегда есть. Гидравлика необходима, если меняем на зимнюю. Есть свои нюансы. Вот эта машина, например, за один рейс вывозит, например, 40 кубов. Автомобиль, который трехосный, он может увезти, например, 100 кубов. Бывает, что такой автомобиль за смену делает, например, 2 или 3 рейса. То есть, например, 300 кубов он вывозит. Данный автомобиль также делает, например, 3 рейса, но он вывозит, получается, 120 кубов всего. Но такой автомобиль необходим, потому что проехать вот на том автомобиле в некоторых местах просто невозможно. Есть такой маршрут, например, на 13 кубовике они ездят по первой майке. Они за смену накатывают в районе 400 километров. Это по городу, при этом убирая участок, во-моему, контейнеров 300 в него при этом. Здесь, на северном проезде, техника рекоператора проходит проверку до и после выездов. Запах горючего, стук инструментов. За состоянием мусоровоза следит целая команда специалистов. Пораньше приходим уже, во-первых, всю там воздух стравливаем, чтобы не было конденсата, воды всякой в тормозах. Все смотришь, все проверяешь. Бывало, уехал на маршрут, сломался, приехал, его поставил на демонт, другую взял машину, поехал, все маршрут убрал. То есть, мы не допускаем того, чтобы маршрут оставался неубранный. То есть, у нас первая очередная задача – это убрать маршрут. Декабрьские испытания с суровыми морозами техника и сотрудники МУПСАХ выдержали. До конца этого года синоптики сильных морозов не прогнозируют. Однако, мастерских, вне зависимости от погоды, продолжают проводить осмотр техники и при необходимости делают ремонт. Ведь процесс уборки отходов должен идти бесперебойно и в любой сезон, в любую погоду.